Музыка Все красоты на один квадратный метр, даже на два, уже закончились Штанишки разные висят Страшный, пристрашный Хэллоуин Это же старинная пекарня Красота городочек Фенестрат Музыка Вот там надо было Музыка городок городок тут тоже запарковаться нельзя и куда нам дальше тут ехать юрочка на машине сик развернешься где и дальше что веником под хвост твоей собачки ой какая красота какая красота чуть не застряли между вот между домами это дорога специально для новичков те которые ездить не умеют на машинах вот их нужно сюда запускать вот она сельская гостиница маленький испанский городочек под названием фенестрат свой уклад свои законы все друг друга знают даже гараж подписан кого юксири че это обозначает кругу юксири в каждом городочке своя потемкинская лестница есть да тут на велосипеде особо не покатаешься и антенна всем салют от депортивос из подсолнечного неба испании а конкретно из малюсенького малюсенького города фенестрат я даже не знаю город деревня красивенько аккуратненько вот это умничка поставила на балкончике какую-то девочку с кувшинчиком ты не понимаешь нельзя покрасить дом что-ли ну возьмешь кисточку блины покрась и будет красиво нет они натуральной зеленью покрасили все самое интересное там нашел дом старый видно продается либо реформироваться раньше такие квартирки были для осликов здесь жили курочки кролики ослики тут же просто волшебная волшебнота домик номер 7 это местная канализация с хорошеньким таким видом домики конечно очень старые бриллиантовые перила и выброшенный мотоцикл фенестрат и по таким улицам катаются машинки небольшие конечно окошечко камешками заложили ой как страшно как страшно как страшно касабланка белый дом и темный дом люди его реставрируют похоже на то что продается мой запах какой приятный тут же хлебушек наверно готовят и всякие пирожные точно это пекарня я так и знал до сих пор все вручную делают а он закрыт с этой стороны нужно все таки постучаться с этой стороны номер один а вот два мучка а консер асарго это ну что мы все мы все это все это компакт и это пранцес 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 а и два трансм Пожалуйста, пожалуйста. Эта с чоколадем? Да. Два. Не знаю как это называется. Наполитана. Наполитана. И этот пан... Это маленький пан? Это ингредиент. Для меня? Нет, спасибо. Ой, какая танцовщица, танцовщица. Её звать Ирэне. Сияма Ирэне, да? Французский хлебушек. А ещё круассаны обалденные. Балерина Ирэне. Ну и тут друзья разные. Фотография. Будет приятный запах хлеба тут стоит. Фотография. 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 Продается земелька. Ой, какая вышечка перед нами. Это же отдельный домик прямо. Свой солярий. Наверху 15 квадратных метров жилья. И собственный гараж. Это круто. А вот ещё один домик. И тоже собственный гараж. Не, ну сюда тяжело заехать. Но можно. Вообще солярий. И косочка. Косочка, ты говоришь по-русски? Да? Ничего себе. Косочка, а скажи пожалуйста, ты тут живёшь? Фенестрат глазами очко-носца. Тут получается такая история. На один квадратный метр в Фенестрате пол дома исторических. На два квадратных метра один дом исторический. Улочки такие маленькие, что реально можно застрять на машине между ними, между домами я имею в виду. В общем, конкретно, тут прямо, куда тут ехать? Бог его знает. Наверное направо. Мда, я вам должен сказать, пальмочки примерно такого же возраста, как и сам город Фенестрата. Это пальмище. Такой большой дворец культуры. Вот так вот любят своих жителей. Ну реально, на один квадратный метр полуисторического дома. Спортивный клуб Фенестрата. Ну тут ведь живут люди. Ну живут же люди. Вот это для осликов. Люди нарисовали дверь номер 26. Виноград. И все, центральный вход в дом готов. В этом городочке реально нужно одевать спортивные трусы, брать французские палки и заниматься спортом, спортом, спортом. Вот еще один квадратный метр жилья. Ух ты. Ой, не могу, держите меня. Дом подсолну. На улице Сан-Мигеля. Поскольку тут живут все свои, что люди выставили кожаный диван себе на террасу и на перекур сюда выходят. И червачок. Ари, для тебя червачок. Лошадочка. Кто-то жестоко доставал почту. А это улочка. Все наверх и наверх ведет. Ты финистраторская козочка? На солнышке греешься? Все разрушено, но свет есть. Ничего себе в таком историческом месте и продается старый-престарый дом. Престарючий. Просто престарючий. Тут все уже отваливается. Да ничего тут не отваливается. Держится себе и держится. Думаю, еще лет пятьсот простоит. Даже не предполагал, что в финистрате есть такой красивый-красивый парк с видовой площадкой. Елочка старенькая. И это, конечно, не дирижерская палочка. Ну, очень и очень на нее похоже. Конечно, по масштабам она больше смахивает на палочку зубную, для того, чтобы ковыряться и пищу там во рту там. Всякие ковырялочки делать, козябки доставать. Ну, вполне возможно, что это рука главного дирижера финистрата. Ладно, концертный зал города Финистрата. И концертный зал. Вот и рука дирижера. Сверху он дирижирует над всем Финистратом. Палочка дирижера. Очень приятный парк такой для отдыха. И рядышком тут живут люди. Кому очень интересно, можно быстренько прочитать, что замок был построен в XII веке. Ну и вот так вот примерно они строили. Кому реально интересно посмотреть историю этого замка, пожалуйста, наведите телефон на QR-код. Церковь Святейшего Кристо Ремей Финистратского. Наверное, ничего не видно. В это окошко в свое время говорили, кто там. Ты сюда карточку кредитную просовываешь. И тебе открываются вот эти двери железные. А если не просовываешь кредитную карточку, то открываются маленькие дверки такие. Выходит дядька. И возможно тебе молотком по лбу. И все. Это кому интересно почитать по поводу истории этой церквушки святейшего. И точно так же можно навести на QR-код. И более глубже познакомиться с историей этой церкви. Тот же дирижер, только уже со сломанной палкой. Видно он махал-махал и она сломалась. Очень красивое место. Рекомендую всем сюда прийти и немножечко прошвырнуться. И я тут уже затерялся в этих лабиринтах. Еще один старенький домик на 2 квадратных метра. И кошечка. Вот она выглядывает. Вот где ты моя девочка. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ты мне показываешь, что мне туда нужно идти смотреть исторические места? Ну, это вряд ли. Я думаю, мне надо туда. Виноградик. Где они свои машины хранят Вообще непонятно Юрка по спортивному Отправился вниз Какая колонна меня ожидает И просто бирюзовый такой домик Такой сочный, присочный Если приходишь с хорошими мыслями И желаниями Можешь проходить Реально кирпичное небо Ну какие свои дворики тут В Синистрате На один квадратный метр По пол исторического дома Это точно Кто-то украл машину И накрыл ее Какая милая лестница домой И рядом такая Очень взрослая, превзрослая Ой, как цветы пахнут Пальма взрослая И пахнущие цветочки Обалдеть Это для осликов Вот это я пришел Вот это я пришел И дальше что Это тоже для осликов Отдельный, отдельный домик Вот эти-ка Не бойся Вид отсюда открывается На Средиземное море Обалденный Но этот гараж Меня просто умиляет Из него можно сделать Блин, пока добрался А запыхался Столько лестниц Да ничего из него нельзя сделать Из него можно сделать только гараж И тут никто не живет У нас культик есть Да, это бывшая Типа курочки здесь Сейчас здесь стройматериалы хранятся Нет, ну вниз Однозначно проще спускаться Чем наверх подниматься Дом Бобарда Я даже не знаю, что это обозначает Вы думаете, это дом номер 18 На одном квадратном метре Нет, это дом номер 16 И он продается Бутылки так ставим Чтоб собачки не писали На углы Гостиница Косар Ураль Вот она, красивейшая церковь Городочко Финистрат На такой очень нежной нотке Буду заканчивать сегодняшнее свое путешествие По городу Финистрат И всем вам, дорогие зрители Подписчики И не подписчики И те, кто еще подпишется Всем вам желаю Синькоэстрея с испанских И пять наших звезд Берегите себя Всем здоровья Не очень я силен Конечно, в этих символах Но вполне возможно Что здесь крестят Малюсеньких-малюсеньких Дедок На улице Без 25,2 А Юрочка Не кормлями А впереди Деревня Бенедорм Давай писунькой еще Давай писунькой 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 я сказал Писунькой Писунька Писунька